На первый взгляд, жизнь в городе Манчестер, штат Нью-Гэмшин, идет своим чередом. Будни, праздники, но между тем, этот город является одним из эпицентров незаконного оборота наркотиков. И здесь идет буквально настоящая война с этим взломом. На марафоне в честь Дня Святого Патрика среди массы участников есть и те, кто по долгу службы выслеживают наркоторговцев. Как правило, наркополицейские в США строго законспирированы, все кроме одного. Офицер Джон Дилино из агенства по борьбе с наркотиками охотно общается с прессой и подростками. Сейчас он возглавляет проект «Стратегия-360». Его цель – превентивная борьба с распространением наркотиков. По словам Джона, за 25 лет службы он не видел такого количества смертей от передозировок. По статистике, которая обновляется, в прошлом году цифра была 60 тысяч. И согласно прогнозам на этот год, я говорю о последней цифре, около 71 тысяч американцев могут умереть от передозировки. Это слишком много. В Манчестере проживает более 100 тысяч человек. Мы проехали с агентом Дилино по городу, и он показал места, где торгуют дилеры. Это центральная станция скорой помощи. Ежедневно на пульт поступают десятки вызовов, большая часть которых связана с передозировкой. В прошлом году от этого умерли 500 человек. Это наркан, другое название – налоксон. Мы даем этот препарат тем, у кого передозировка. Он есть у нас, у пожарных, у полиции и спасателей. С его помощью мы блокируем наркотический эффект героина или фентанила. Фентаниловая эпидемия в этом штате достигла таких масштабов, что пожарные расчеты, как и парамедики, начали брать на вызовы наркан. А с 2016 года на базе своих частей открыли круглосуточные безопасные станции для желающих излечиться от наркозависимости. 3300 человек обратились к нам за прошедшие два года, но мы должны быть уверены, что им оказывают соответствующую помощь. Местные власти несколько раз в год проводят кампании по сбору средств для лечения горожан от наркомании. Однако этих денег не хватает. Они обратились за помощью в столицу. От нашего штата в Вашингтоне кропотливо работают делегации во главе с сенаторами Маги Хассен и Джин Шахин. Я уверена, они добьются для нас дополнительного финансирования. Президент Трамп во время недавнего визита в Манчестер оценил инновационные шаги местных властей в борьбе с наркотиками. Однако посчитал их малоэффективными и официально предложил ввести смертную казнь для некоторых наркодилеров. Высшей мере пресечения должна быть смертная казнь. Но я допускаю, что наша страна не готова к этому. Это возможно. Но до тех пор, пока у нас не будет жесткого наказания вплоть до смертной казни для наркодилеров и преступников, мы будем топтаться на месте. Я вам заявляю, мы будем двигаться. Однако поддержат ли граждане США введение смертной казни за преступления, связанные с торговлей наркотиками, неясно. Санжар Камидов, Сергей Москалёв. Настоящее время. Америка. Из Нью-Гемшира. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...